Привет, друзья! В этом видео расскажу, сколько можно заработать на Пикастере и как вообще здесь происходит заработок, как вывести деньги, покажу конкретно, куда нажимать, как вывести их на биржу, чтобы потом их продать за USDT, например. И полный процесс окупаемости, тоже посмотрим, за сколько дней можно окупиться. Посмотрите это видео перед тем, как заходить в игру обязательно, потому что здесь будет много интересного, а в том числе и когда я готовился к этому видео, для меня тоже были некоторые вещи просто открытием и не очень с хорошей стороны. Давайте начинать. Во-первых, давайте перейдем в раздел токенс, и вот здесь мы увидим все наши токены RBC, SRBC и MLS. Это три основных токена, которые мы можем продавать на бирже, которые торгуются на бирже. Как раз через эти токены мы будем осуществлять вывод заработанных нами средств, то есть их мы можем выводить на биржу, на бирже уже продавать. Как эти токены зарабатываются? Основной токен у нас RBC, зелененький вот такой токен, который зарабатывается за различные задания, например, если мы перейдем в раздел Adventure, путешествия, приключения, то здесь мы можем проходить вот эти миссии и получать за них токены RBC. Справа вверху у нас написан лимит токенов RBC в сутки, у меня это 15 из 15. Это у вас, скорее всего, тоже будет такой же лимит, это максимум, сколько вы можете заработать за сутки токенов RBC, если будете проходить старые миссии. То есть каждый раз вы двигаетесь по карте вперед, вы можете проходить новые миссии и тоже зарабатывать токены RBC, видите, за новую миссию 8 токенов RBC мне дадут. Но новые миссии достаточно сложные, не всегда у вас удастся каждый день проходить даже по одной миссии. Поэтому фармить эти токены можно на старых миссиях. Значит, за прохождение старой миссии у вас будет взиматься одна энергия, и вы будете зарабатывать 3 токена RBC, вы можете максимум заработать 15 токенов в сутки. Еще раз, этот лимит 15 токенов в сутки действует только на старые миссии, когда вы проходите уже пройденные миссии на карте. Если вы будете проходить новые миссии, то здесь этот лимит не считается. Вот здесь пройти 8 токенов RBC я смогу заработать, если пройду эту миссию. Наверное, не могу ее пройти. У меня сейчас 8 покемонов, 8 пикастров. Из них 6 временные и 2 постоянные. Преимущество постоянных пикастров в том, что они у меня находятся постоянно. Я могу их и подарить, и сдать в аренду, и продать. У временных же пикастров такого нет. Кстати, про сдачу в аренду мы с вами тоже сейчас поговорим, сколько можно зарабатывать, сдавая своих пикастров в аренду. Итак, что касается повседневных задач. В приключениях мы заработали 15 токенов RBC, и все. На этом наши приключения закончены. Далее идет арена. Арена это основное действие тут. Здесь на арене зарабатываются основные ваши награды, токены RBC. И тут все зависит от того, насколько вы хорошо умеете играть в карточные игры, насколько хорошие у вас покемоны. Ну, скорее от вашего скилла. Вот смотрите, у меня, например, сегодня было 5 боев. Из них я выиграл 1. То есть 4 я проиграл. Я играю очень плохо в карточные игры. И здесь меня это немножко расстраивает, потому что сюда мы все-таки приходим не просто поиграть. Каждый проигрыш это потенциально незаработанные деньги. То есть это убытки, можно так сказать. Получается, что здесь такая дискриминация, опять же, по скилу. Если вы не умеете играть, вы здесь будете очень мало зарабатывать. И я, например, не умею играть. За победу мне дали 6 токенов RBC. Итого здесь я получил 15 плюс 6, 21 токен RBC. Далее у нас есть еще мировые деревья. Здесь мы можем собирать разные фруктики. Мы можем их прокачивать. Я вот уже их прокачал до третьего левела. Дальше уже мне просит на четвертый, уже просит токены RBC для того, чтобы дальше прокачивать. До этого левела я прокачивал, не используя токены RBC, используя только сами вот эти фрукты. И вот здесь справа есть 11 дней написанного мировых деревьев. Значит, за то, что вы прокачали одно дерево до третьего уровня, мне еще дали 10 токенов RBC. Далее, если вы прокачаете одно дерево до пятого уровня, вам еще дадут 20 и так далее. Я бы не рассматривал мировые деревья как способ заработка, но просто единоразово вы как бы бесплатно можете получить 10 токенов RBC, если прокачаете мировой деревья. Также еще по поводу арены. Есть здесь такие задания, таск, которые вы можете каждый день выполнять. Ежедневные задания и еженедельные задания. Выполняя ежедневные задания, вы здесь можете получать награды, вот в этом сундуке. Но здесь, например, вот в ежедневном задании я из босса прошел и приключения поучаствовал. Здесь нужно выиграть три раза на арене, но вот как видите, у меня 20 энергии. И я даже не уверен, что еще 10 раз участвую на арене, я выиграю еще два раза. Поэтому заработок на арене, он очень сомнительный. И даже заработок на вот этих заданиях, он, ну не все смогут сделать три победы на арене. Особенно если у вас 10 энергий. Вот я сейчас 10 энергий отрасходовал, я не сделал три победы на арене. Вот, а у меня еще 20, у меня еще как бы нормальное количество пикастеров. А если у вас их меньше, то вы не сможете выполнять, не всегда сможете выполнять вот эти задания. Ну, конечно, может есть люди, которые побеждают постоянно. Но у меня вот так не получается. Далее боссы. Опять же, каждый день тут разные боссы. Вот за этого босса я, например, должен вроде как был получить награду. Вот если токены RBC я, может быть, и получил, но то другие токены SRBC я не получил. Вот, то есть у меня их нет. Я не знаю, почему, возможно. Напишите в комментах, возможно, вы знаете. Потому что здесь 50 токенов я должен был получить, но почему-то не получил. Хотя он выполнил вот эту первую задачу, нанес 3000 урона. И в принципе, для обычного человека это все способы, как можно заработать токены RBC. Теперь давайте считать. Предположим, вы не я, и вы хорошо играете на арене. Вы сделали 3 победы за день на арене. Открыли этот сундук. Там что-то около 15, наверное, RBC выпадает. Итого мы получаем арена плюс сундук 30 RBC плюс миссии 45 RBC. Примерно 50 токенов RBC вы получаете. Давайте я возьму запас. Посчитаем как 55. 50 токенов RBC по текущему курсу это 6 долларов в день. У меня 8 покемонов. И давайте зайдем на Marketplace. Посмотрим, что они примерно стоят по 90 долларов. Ну, здесь копейки, поэтому округлим до 90. Итого 90 умножаем на 8. Это 720 долларов мы тратим, чтобы купить 8 покемонов. Делим это на 6 долларов в день, которым будем зарабатывать. И получаем 120 дней окупаемости. Это при условии, что вы делаете 3 победы в день на арене. Вы получаете награды. Но это по моим расчетам. Я взял расчеты других людей, других блогеров, которые более оптимистично на это все смотрят. Они зарабатывают больше, они играют лучше. У них получается делать не 6 долларов в день, а 10 долларов в день зарабатывать. Давайте посчитаем 10 долларов в день. Возьмем те же самые 8 покемонов в 720 долларов и тратите. Делим на 10 и получается 72 дня окупаемости. То также, ну, не очень хорошо, так скажем, для Play to Earn игры. Счет того, что мы знаем. Ну, в других играх окупаемость гораздо лучше. Но, возможно, это поможет игре просуществовать гораздо дольше. За 72 дня вы окупитесь и потом будете уже получать прибыль. Возможно. Но, опять же, чтобы получать 10 долларов в день, вы должны выигрывать на арене больше 5 поединков в день. А то, может, и больше 7. Итак, рассмотрим еще два способа заработка, которые сразу же приходят в голову. Это заработок на аренде и заработок на минтинге. Перейдем к аренде. У меня есть вот такие бикастеры. Давайте нажму на него. И я могу его нажать в аренду. Сдать в аренду за определенное количество токенов RBC в день. Давайте перейдем на Marketplace и посмотрим, за сколько сдают в аренду. Вот 3 токена RBC, 3,5. За 4 тоже сдают, даже больше за 5 и так далее. Давайте возьмем в среднем 4. 4 токена RBC вы получаете в день за своего питомца. Посчитаем все с теми же 8 питомцами. 4 токена в день вы получаете за питомца умножить на 8. Это 32 токена RBC в день вы получаете. 32 токена RBC по текущему курсу. Это 3,7 долларов. Теперь давайте те же 720 долларов на покупку покемонов делим на 3,7. И получаем 194 дня окупаемости. То есть сдавать своих покемонов в аренду крайне невыгодно. Давайте рассмотрим следующий способ заработка. Это минтинг. У меня есть пикастеры. Значит, давайте выберу вот этих двух, например. Сминтим их. Не будем минтить. Посмотрим, сколько это стоит. Итак, нам нужно для минтинга 480 токенов RBC плюс 24 токена SRBC и 20 токенов MLS. Вот так. Значит, суммарно я уже посчитал все это. Вы можете зайти на CoinMarketCap, каждую монетку найти там и каждую монетку вбить и посчитать. Значит, я уже на компьютере произвел расчеты и у меня вышло 92 доллара. Я перевел все эти монеты в доллары. Получилось 92 доллара нам нужно для минтинга. При том, что у них был нулевой минт, теперь станет первый минт. То есть они как бы подешевеют сами. Мы тратим на минт 92 доллара. Если мы перейдем на Marketplace, то здесь надо еще попробовать их продать за 92 доллара. Возможно, вам выпадет что-то крутое. Но вот смотрите, что здесь с нулевым минтом. Это все с нулевым минтом продается. То есть с первым минтом своих тех двух, ну, надо тоже постараться потом будет, если что, продать. Вот так. То есть минтинг тоже крайне невыгоден. И вот я уже монтирую видео. Хотелось бы добавить о том, что у меня 8 покемонов. Не значит, что у вас должно быть столько и, возможно, выгоднее покупать 5 покемонов. Просто отнимите от этих 3 покемона и получите окупаемость на 5 покемонах. Потому что с 5 покемонами у вас тоже будет 20 энергии. Теперь как вывести нашу награду. Когда мы зарабатываем, например. Ну, то есть самое выгодное получается это приключение плюс арена, плюс проходить боссов. Как там вывести теперь наши токены? Переходим в раздел токенс и здесь нам нужно нажать кнопку клейм возле RBC. Кнопка клейм позволяет нам перевести наши токены MRBC. То есть мы зарабатываем в игре MRBC. Конвертировать их в просто токены RBC. Один к одному. Мы можем нажимать кнопку клейм один раз в 7 дней. То есть как только мы заклеймили. В следующий раз мы можем заклеймить наши токены только через 7 дней. Вот я уже, например, ее нажал, заклеймил. Теперь она у меня станет активной только через 7 дней. У меня эти токены на балансе. Я могу нажать кнопку withdraw и вывести их на свой, например, KuCoin. Ну, потому что это биржа, на которой торгуются все эти токены. Пока что единственная биржа из крупных. Поэтому вот сюда пишите адрес вашего кошелька KuCoin для этой монеты. Здесь выбираете сеть. Она единственная. И выбираете количество и нажимаете next. Все выводите. Потом продаете это на KuCoin. Если вы хотите выводиться в доллары и профит. Как бы вот так. Все просто по поводу вывода. Пока что еще многие функции в игре недоступны. Поэтому хочется верить, что покемоны в будущем станут дороже. Что монеты тоже станут дороже. И окупаемость будет лучше. Но пока что окупаемость такая. Опять же, я не говорю, что игра плохая. Хотя, возможно, она не совсем подходящая конкретно для меня. Потому что, как выяснилось, я совсем не умею играть в карточные игры. Сколько я не смотрел обучающих видео, у меня все равно не получается играть. Либо у меня, может, покемоны плохие. Я не знаю. Ну, то есть, представьте, из пяти боев я выиграл один на арене. Это видео я снял для того, чтобы люди, которые заходят в игру, понимали, какие в ней сейчас есть перспективы. Какие сейчас есть реалии. И то, что в будущем есть перспективы роста. И есть перспективы окупиться быстрее. Но даже 72 дня окупаемости, конечно, это при хорошем раскладе. Но, в принципе, это не так уж и плохо. Если игра будет жить долго и вам нравится, самое главное, вам нравится в нее играть, то вы можете здесь прекрасно проводить время, еще получать за это деньги. Кстати, по времени. Примерно в день вы должны тратить около часа на игру. Наверное, час. Да. Возможно, кто-то может быстрее, кто-то может за полчаса здесь израсходовать всю свою энергию. Но на арене приходится очень долго ждать хода другого игрока. 60 секунд. Вот если кто-то вообще прям до конца, до последней секунды тянет, как будто специально. И очень скучно сидеть. Если кому-то это прям нравится. Есть люди, которые прям любят карточные игры. Есть каналы, посвященные этому. Я удивился. Но если вы такой человек, то это отличная игра. Я буду продолжать играть. Буду продолжать смотреть за ее развитием. Потому что я хочу, если что, быть в вагоне поезда, который летит в космос. Буду продолжать следить и снимать для вас видео с разными обновлениями. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал. Также вступайте в нашу телеграм. Телеграм наш канал. Там мы рассказываем про разные интересные проекты. Спасибо вам за просмотр. И надеюсь, что у вас будут большие заработки. Больше, чем у меня. Напишите в комментах, пожалуйста, сколько вам удается в день заработать стокенов RBC или долларов. Все. Всем удачи. Пока.